Дальше следующая команда «Удалить узлы». Команда простая. Выделяете точку и жмете «Удалить». Соответственно, узел удаляется. Линия между ними соединяется. Дальше вернемся назад к нашей звезде. Я отменю эти действия. Дальше у нас идет команда «Соединить два узла» и «Разъединить кривую». Смотрите, если я выделяю точку, двигаю, то, соответственно, точка имеет два отрезка, которые тоже двигаются. Если я нажму команду «Разъединить», то теперь, если я щелкну на конкретной точке, то, видите, линия разрывается. Попробуйте выделить, потянуть, но если я подвожу обратно, то линия склеивается. Точки накладываются, соединяются с друг другом. Дальше мы будем использовать для рисования логотипов. Это вот качество. Нам надо будет разрывать. Вот сейчас, например, видите, я две двигаю точки, как будто бы одна точка. Почему? Потому что я их выделил две одновременно, то есть обвел. Можно вот так двигать. Смотрите, они две двигаются. Наша задача была одну выделить и двигать. Для этого надо было нажать, сбросить выделение и нажать на конкретные точки. При подведении они обратно склеиваются, эти точки. Дальше. Наши точки, они такие ломанные получаются. Здесь есть возможность добавлять управляющие маркеры дальше, чтобы можно было точками лучше управлять, создавать нужную кривизну, сглаженность. Обратно я выделяю верхнюю точку и жму вот здесь. Преобразовать в кривую. Что появилось? Оказывается, вот ниже, вот здесь, против часовой стрелки, появился вот этот хвостик, который может теперь управлять нашей кривизной объекта. Если я повторно, если я нажму на левую кнопку, преобразовать в прямую, то эти маркеры пропадают. То есть можно ставить их, либо убирать. Попробуйте поставить, убрать эти маркеры. Дальше. Следующая группа команд ставит маркеры и позволяет управлять немножко по-другому ими. Допустим, я обратно выделяю верхнюю точку, жму вот на этой, либо этой команде сглаженный узел. Смотрим. Ну, появляется такой отросток. Но было бы интереснее, если бы этот отросток продолжался и правее. Для этого я выделяю вот соседнюю точку, правее, и тоже жму вот сюда. То, видите, появляются маркеры слева и справа этой точки. И я могу уже управлять кривизной, видите, увеличивая отросток больше, меньше. Следующая кнопка их делает симметричными. То есть теперь длина этих отростков одинаковая, видите, да? Здесь же они, вот здесь я нажимаю сглаженный узел, они разной длины. Я могу использовать для придания вот нужной формы. Ну, как вы поняли, надеюсь, что серые неактивные кнопки, это значит, к данному объекту пока нельзя выполнить. То есть надо преобразовать точку в какой-то другой тип, а потом уже можно использовать эту серую кнопку неактивной. Дальше команда перегиб. Если я ее выполню, то вот эти хвостики теперь могут двигаться независимо друг от друга. Попробуйте. Если я же нажму вот здесь, либо здесь, сверху смотрите, то эти хвостики будут двигаться уже вместе. Ну, давайте обратно жмем сюда. То есть они уже вместе двигаются. Мы так подробно рассматриваем эти свойства, потому что это действительно важно. Дальше мы будем рисовать разные рисунки, и нам это пригодится. То есть вам надо понять разницу между вот этими вариантами хвостиков, как бы точек, и дальше нам это нужно будет. Ну, есть другие свойства. Мы их уже не будем рассматривать. То есть нам пока достаточно этого, то, что мы рассмотрели. Здесь есть ряд других особенностей, но мы уже углубляться там не будем. в это дело. Вначале я говорил, что мы его будем рассматривать. То есть оно позволяет отменять команды, не используя, может быть, только вот этот вариант, который я сейчас обвел. А в меню окно есть специальное тоже окно. Заходим в меню окно. Окна настройки. И здесь в самом низу почти оно у меня за пределами видимости. экрана. Отменить. У вас должна быть команда. Она у меня здесь третья снизу стоит. Найдите команду отменить. Я вот нажимаю, вот она у нас открывается. То есть там эта команда вот так и называлась. Отменить. То есть меню окно, окна настройки. Ищите команду отменить. Ну, здесь все предельно просто. Здесь как бы вообще такое простое окно. Щелкаем выше. Оно отменяет все, что мы делали. То есть вот здесь на момент нового документа, что я создавал пустой документ. Так, новый файл. Нет, мы открывали уже старый документ. Ну, то есть да, на момент открытия этого документа, вот он был таким. Дальше мы что сделали, все здесь записано. То есть удобное окошко, где вы можете отменить на любой стадии, что вы делаете. Ну, бывает, что отмен уже так много, что, ну, как бы, тяжелее становится работать в плане компьютеру. То предусмотрено для таких вариантов очистить историю. То есть очистить список отмен. По-русски здесь. Если вы жмете сюда, оно спрашивает, вы хотите это. Да, нажимаем. То, как вы видите, текущее состояние становится, как бы, новым документом. А дальше уже вы там что-то делаете. Будет история обратно же записываться. Вот. Откройте это окно, тоже попробуйте. Сделайте то, что мы сделали, используя инструмент форма с точками, которые вот здесь я показывал на этой звезде. Дальше это мы применим на практике для рисования уже определенных объектов, которые нам нужно будет сделать. Жду вас в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...